Добрый день, это Хабар 24. Мы продолжаем рассказывать о самом важном и интересном к данному часу в студии Батагоса Ркулова. Сегодня суд продлил домашний арест Ельжану Бертанову до 14 июля текущего года. Прокурор просил ограничить экс-министру здравоохранения встречу со всеми лицами, кроме членов семьи, запретить телефонные разговоры и выход из дома из-за, цитата, ряда нарушений, допущенных подозреваемым. Бертанов, в свою очередь, ответил, что ему разрешено встречаться с людьми, не являющимися фигурантами дела, и попросил предоставить ему право на передвижение, так как этого требует его нынешняя работа. Он директор в одной из частных компаний. Требования прокурора суд не удовлетворил. Следствие продолжается. Бывшего высокопоставленного чиновника подозревают в растрате бюджетных денег в особо крупном размере. Далее о ситуации с коронавирусом. По обновленным данным Минздрава, в красной зоне остается лишь столица. В мегаполисе в день регистрируют до 200 случаев COVID-19. Об этом главный санврач сообщила на брифинге в Акимате. По ее информации, с начала года число заболевших по городу превысило 38 тысяч. При этом последние три недели наблюдается снижение. В среднем от 10 до 19 процентов от недели к неделе. За последние семь дней зарегистрировано 1315 случаев COVID-19. Это на 300 случаев меньше, чем недели ранее. Отмечу, за минувшие сутки в столице выявили еще 203 инфицированных. Ситуация постепенно стабилизируется в Карагандинской области. Сегодня регион перешел в желтую зону. Всего по республике за последние 24 часа инфекция подтвердилась ровно у тысячи человек. Самая низкая выявляемость в Карагандинской области. Плюс 6 заболевших. При этом в тяжелом состоянии сейчас находится 538 казахстанцев. 81 пациент подключен к ИВЛ. Почти 50 процентов больных коронавирусной инфекцией неоднократно посещали места массового скопления людей в столице. Об этом сегодня также заявила главный санитарный врач города. Выявить их удалось с помощью приложения АШЭК. Напомню, с завтрашнего дня казахстанцев начнут штрафовать по АШЭКу. Теперь на основе данных приложения граждан могут привлечь к административной ответственности. То есть, если человек заведомо знал о том, что болен коронавирусом и нарушил карантин, ему угрозит штраф почти 90 тысяч в тенге. Всего за время работы платформы с помощью АШЭК выявили свыше 3000 нарушителей режима изоляции. Около 100 человек неоднократно посещали различные заведения, имея желтый или красный статус. Сархат Бесенова также напомнила, что в связи с нестабильной эпидситуацией, проведение массовых мероприятий по-прежнему под запретом. Деятельность более 80 объектов предпринимательства приостановлена в Казахстане с начала года. Причина – несоблюдение режима карантина. Об этом сообщили в Комитете санэпидконтроля Минздрава. Чаще всего карантин нарушают в Восточном Казахстане, в Туркестанской и Алматинской областях, а также в Алматы и Шенкенте. Среди основных нарушений – работа объектов дольше разрешенного времени, а также проведение массовых мероприятий. Всего с 1 января по 5 июня мониторинговые группы провели более 97 тысяч рейдов. В суд передано 304 материала. Штрафованы почти 9,5 тысяч субъектов бизнеса и порядка 7 тысяч физических лиц. Общая сумма штрафов превысила миллиард тень. Свыше 2 млн 326 тысяч казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавируса. Точные данные сейчас на ваших экранах. А вот вторую дозу препарата поставили более 1 млн 240 тысяч человек. Между тем, в Евросоюзе с 1 июля вводят общеевропейскую электронную систему выдачи сертификатов вакцинации. Однако страны и объединения смогут начать использовать национальные документы иммунизации раньше этого срока. Ранее Еврокомиссия запустила специальную интернет-платформу для проверки подлинности электронных сертификатов. Семь стран ЕС уже приступили к их выдаче. Еще несколько государств на подходе к этому. Паспорт будет предоставлен в цифровом формате или распечатан на бумаге. Более миллиона граждан ЕС уже получили цифровые сертификаты вакцинации. Еще больше получат их в ближайшие недели и месяцы. За пределами ЕС Еврокомиссия также поддерживает контакты с третьими странами для оценки совместимости их систем с системой европейских цифровых сертификатов. Очень важна универсальность и доступность тестов для всех граждан ЕС. В частности, для лиц, которые ежедневно пересекают границу. И чтобы поддержать их усилия, мы выделим дополнительную сумму в 100 миллионов евро для этих тестов. Санитарные ограничения этим летом помогут спасти французскую индустрию туризма. Местные власти делают ставку на гостей из других стран Евросоюза, а также на внутренний туризм. Для перезапуска гостиничной и ресторанной сферы Пятой Республики требуется около 100 тысяч новых работников. Именно такое количество вакансий сегодня насчитывается во Франции. Несмотря на то, что рестораны здесь были закрыты больше года, массовых сокращений в этой индустрии не было. Все благодаря поддержке государства. Чего не скажешь о гостиничном бизнесе. Французские власти намерены решать проблему безработицы и трудоустройства молодежи с помощью сферы гостеприимства. Специальные программы обучения и стипендии направлены на восстановление важного сектора экономики, на который до пандемии приходилось больше 7% национального ВВП. Я призываю каждого, кто сейчас находится в поисках работы. Ресторанный сектор нанимает людей. И это профессии, которыми мы можем и должны гордиться. Речь идет о кухне, о сервисе, обо всех специальностях гостеприимства, о наших сомелье, о профессиях, которые сегодня открывают перспективы на ближайшее время. И для молодых, которые определяются с карьерой, и для тех, кто в период пандемии попал под сокращение. А еще в мире понемногу разрешают допускать зрителей на крупные спортивные мероприятия. Наличие ковид-сертификатов или отрицательный ПЦР-тест – главные условия для допуска на матчи. По такому принципу британские болельщики смогут посетить чемпионат Европы по футболу. Перед входом посетители должны будут предъявить через специальное приложение подтверждение о том, что они получили две дозы вакцины против коронавируса, по меньшей мере, за две недели до мероприятия. Либо отрицательный тест на ковид, сделанный за 48 часов. С 13 по 22 июня сборная Англии на групповом этапе Евро-2020 сыграет на Уэмбли все три своих матча. На стадион будет допущено чуть более 20 тысяч болельщиков, что составляет 25% от его вместимости. И еще о событиях в мире. Россияне подали коллективный иск против Роскомнадзора из-за замедления работы Твиттера в стране. Надзорный орган начал блокировать соцсеть в марте, обвинив ее в отказе удалять запрещенную информацию. В стране активизировалась кампания по борьбе с запрещенным контентом, размещенным на площадках зарубежных IT-компаний. Подробнее расскажет Дана Нуржан. Противостояние Роскомнадзора и иностранных соцсетей в России обострилось. За первые месяцы 2021-го ведомство оштрафовало Facebook, Twitter и другие компании на 76 миллионов рублей. В Роскомнадзоре утверждают, что за последние четыре года отправили только в Twitter более 28 тысяч запросов с требованием удалить посты или аккаунты запрещенной в стране информации. Но три тысячи материалов все еще не удалены. Надзорный орган начал замедлять работу Twitter. Технически это стало возможным после того, как в 2019-м в России приняли закон о суверенном Рунете. С этого момента операторы связи обязаны устанавливать так называемые специальные технические средства противодействия угрозам. Роскомнадзор внедрил всем провайдерам такие специальные черные ящики, которые должны быть включены в разрыв, собственно, всего трафика. И с помощью этих черных ящиков можно в том числе замедлять или блокировать определенные приложения без блокировки всего трафика. То есть, чтобы не повторилось такого, как было несколько лет назад при блокировании Telegram, когда вообще половина сети перестала работать. Подобная участь ожидает также Facebook и YouTube в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента. Более того, Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре по отношению к аккаунтам российских телеканалов на площадке. Мнения российских блогеров по поводу действий властей разделились. Мы же понимаем, что замедление и все угрозы в адрес YouTube связаны только с тем, что Россия на сегодняшний момент не может предоставить адекватного конкурентного продукта. Конкурировать с замедлениями – это не честно, это не конкуренция, это цензура. Я против этого. Это просто некая альтернатива. Почему в России, мы живем в России, и почему наши блогеры размещаются исключительно на зарубежных площадках? Почему мы не можем создать что-то свое и не вывести на новый уровень? И YouTube – это интересный проект. Я с большой радостью хотел бы быть в начале этого проекта. В феврале Совет Безопасности России заявил о технологической готовности страны к отключению от глобального интернета. Однако, по мнению экспертов, перспектива блокировки всех крупных сервисов пока малореалистична из-за отсутствия альтернативы. Дана Нуржан, Шахзот Гамиров, Россия, Хабар, 24. Совет Безопасности ООН рекомендовал оставить Антонио Гутеррише на второй срок. Кандидатуру действующего генерального секретаря организации члены Совета поддержали единогласно. Эта рекомендация будет направлена в Генассамблею, которой предстоит решить вопрос о том, следует ли Гутерришу оставаться на второй срок. В случае переизбрания он начнется в январе 2022 года. СМИ отмечают, что генсек будет без проблем переизбран, так как официально больше никто не претендует на эту должность. Сам Гутерриш назвал это решение большой честью и огромной привилегией. СПИСОК ПОГИБШИХ В него врезался другой состав. Мощный торнадо обрушился на американский штат Колорадо. Смерч прошел неподалеку от города Денвер, разрушая дома и обрывая линии электропередач. По данным спасателя, жертв удалось избежать, так как жители предупредили заранее о надвигающейся опасности. И вернемся к событиям в нашей стране. Пропавших в Туркестанской области туристов будут искать до тех пор, пока не найдут. Обычно активная фаза поиска в таких случаях длится 10 дней. Но в местном департаменте ПЧС говорят, что готовы продолжать операцию и дальше. Всего за последние две недели спасатели, полицейские, волонтеры и пограничники только пешком прочесали более тысячи километров горной местности. Еще 9,5 тысяч обследовано с воздуха. Троих из пропавших нашли живыми 29 мая. В тот же день были обнаружены тела двух человек. Накануне у реки Угам были найдены вещи – толстовка, резиновые шлепанцы и спальный мешок. Их сотрудники МЧС передали следователям. Прошло 10 дней активной поиски. Несмотря на это, в департаменте МЧС продолжаются поиски. И в том числе сейчас родители, родственники потерявших написали заявление о продолжении. Кукшетал проверяет тех, кто приехал отдыхать на побережье озера Купа. За дело взялись полицейские и спасатели. Рейд показал, отдыхающие не соблюдают элементарную технику безопасности на воде. Ныряют в запрещенных местах и даже заходят в воду в алкогольном опьянении. Только за день задержано 6 нетрезвых жителей. Им выписали штраф. К слову, в Акмолинской области с начала года утонули 3 человека. Все они купались в запрещенных на то местах. Чтобы сохранить жизнь, люди должны соблюдать правила поведения на воде. Мы призываем всех граждан не купаться в одиночестве, не заплывать далеко и не пить алкоголь. И самое главное – следить за своими детьми. Поселок Зинеден в Атараусской области поглощает пустыню. Населенный пункт заносит нарынскими песками. По рекомендации ученых, 5 лет назад в районе приступили к высадке с Аксаула. Это помогло, но полностью проблему не решило. Аул по-прежнему рискует остаться под песчаными дюнами. Что может его спасти, выясняли наши корреспонденты в регионе. Зима без снега, лето без дождя. И круглый год закрытыми окнами и дверями. Так живут в селе Зинеден в Атараусской области. 8 месяцев в году местных жителей одолевают песчаные бури. Год от года некогда цветущее село медленно превращается в пустыню. Бури просто ужасные. Песком застилает все вокруг. Выйти на улицу невозможно. И детям все лето даже во дворе не поиграть. Песками заносит не только село, но и железнодорожную станцию в пограничной зоне. Чтоб последнюю не поглотила пустыня, сооружали ограждения из камышей и даже заливали их смолой. Все тщетно. Сейчас, по совету ученых, начали высаживать Саксаул. Мы на восточной стороне села. Здесь пусто. Год от года движение песков усиливается. Последние 10-15 лет царит засуха. Ни дождя, ни снега. Все это сказывается. Поэтому Саксаул нам просто необходим. В этом году при поддержке местных властей вокруг населенных пунктов на площади 16 гектаров посеяли 3000 саженцев Саксаула. Однако для сел, окруженных песчаными барханами, такое количество, как капля в море. На эти места с одной стороны наступают нарынские пески, с другой – песок с оголенного морского берега. Чтобы решить проблему, необходим системный подход. Нужно высадить Саксаул вдоль каналов и вокруг населенных пунктов. Заявку мы уже подали. Она одобрена. Работы в этом направлении и начаты. Саксаул – защитный барьер от соли, песка и эрозии почвы. Удивительно выносливое растение легко выживает в пустыне. Однако на Атраусской земле даже он приживается с трудом. Потрядчики завозят кустарник из Актюбинской области. Площади саксаульников в регионе намерены увеличить, несмотря на трудности. Возможно, тогда удастся хоть как-то остановить движение песков и предотвратить исчезновение сел. Райхан Тажибаева, Арстамбек Кенже, Амантай Матенов, Атраусская область, Хабар, 24. Беспрецедентное число морских львов в Калифорнии умирают от рака мочепыловой системы. Согласно исследованию ученых, от болезни страдают около четверти животных, что является самым высоким показателем этого вида рака среди млекопитающих, включая людей. В течение двух десятилетий, пока длилось исследование, были изучены сотни морских львов. Основной причиной онкологии могут быть токсичные химические вещества и вирус герпеса. Также это должно быть сигналом для людей, поскольку мы едим одни и те же продукты, утверждают ученые. Одно из самых важных вещей, о которых следует помнить, это то, что существует сильная связь между раком и загрязнителями окружающей среды. Это очень важно, поскольку мы используем одни и те же ресурсы. Мы едим ту же рыбу или плаваем в той же воде. Поэтому необходимо принимать меры, чтобы улучшить окружающую среду. Продолжаем выпуск. Более 32 тысяч человек в Казахстане привлекут для проведения национальной переписи населения. Она пройдет осенью этого года. Интервьюерами могут стать граждане республики старше 18 лет. Им выдадут специальные удостоверения и атрибутику переписи. В обязанности войдет по дворовой и по квартирный обход населения. Примечательно, что принять участие в переписи казахстанцы смогут как в традиционном, так и в онлайн-формате. 97 избирательных участков подготовят для проведения выборов сельских акимов в Жамбылской области. Пройдут они в июле, сентябре, октябре и декабре этого года. Время зависит от завершения полномочий акимов. На всех избирательных участках проведут инвентаризацию и выяснят, что необходимо для избирательной кампании. По словам руководителя областной избирательной комиссии, на проведение выборов в регионе предусмотрено свыше 200 миллионов тенге. 80% средств потратят на зарплату членов избиркомов, а остальные на материально-техническое оснащение. К каждому кандидату подвигаются единые требования. Возраст должен быть 25 и выше, не должно быть судимость, и коррупционные преступления не должно быть. Предъявляется либо двухлетний стаж работы в государственной службе, либо в государственных органах, имеется в виду в школах, детских садах, которые финансируются из бюджета, более шести лет стаж работы. Они имеют претендовать на должность акима сельских округов. Пять участков автодорог первой категории станут платными уже в этом году. Это Западная Европа, Западный Китай, Щучинск, Кокщитао, Капшагай, Талдыкорган и Нурсултан, Павладар и Ахтаужиты, Байжанаузе. Помимо этого, введение системы взимания платы коснется и обходов городов Нурсултан, Караганда и Павладар. Рабочая группа выезжает на каждый участок, и если они будут полностью соответствовать заявленным техническим категориям, то проезд станет платным. При этом повышать стоимость не будут. Напомню, легковые автомобили платят 1 тенге за километр, грузовые от 5 до 25 в зависимости от грузоподъемности, автобусы от 5 до 15 тенге. Помимо этого, до конца 2024 года на всех республиканских автодорогах планируют построить 134 современных придорожных комплекса. А в столице набирает популярность сервис по прокату электросамокатов. Так называемый кикшеринг позволяет быстро и без пробок добраться до нужного места или просто прокатиться с ветерком. Однако пешеходы все чаще жалуются на несущихся по тротуарам самокатчиков, а те, в свою очередь, на любителей прогуливаться по специально выделенным дорожкам. Инструкция по применению транспорта нового поколения в сюжете Зарины Бесембиной. Первый и пока единственный сервис по прокату электросамокатов в Нур-Султане открыли в начале мая. Работает он через мобильное приложение. Скачал, зарегистрировался, оформил подписку. Все предельно просто. Пока не начинается само движение. Согласно правилам, пользователь должен двигаться по велодорожке. Однако в столице это излюбленное место пешеходов. А в случае наезда ответственность в зависимости от степени тяжести полностью ложится на водителя. В этом году одно происшествие произошло в парке. То есть он на самокате ехал и сбил пешехода. В данном случае по 615 статье человек привлекается к административной ответственности, так как здесь преимущество на пешеходной, допустим, в парке дается пешеходу. Сами жители по-разному относятся к новой городской услуге. Главное, на их взгляд, чтобы все участники передвижения были внимательны и соблюдали элементарные меры безопасности. Необходимо, чтобы они катались на определенных местах, допустим, трасса, либо велодорожки. Потому что было свидетелем того, что водители электросамокатов забивали пешеходов. Много людей ходит на расчищенных дорожках специально для электросамокатов. И это довольно иногда напрягает сильно. Впрочем, наезды не единственная проблема, с которой столкнулась компания, запустившая проект кикшеринга. Самокаты неоднократно пытались украсть. Благо, современные технологии опережают воров в развитии. Данные о нахождении электросамокатов, степени их заряда можно отследить через приложение. На каждом электросамокате установлен GPS-навигатор. Наш оператор через программу круглосуточно отслеживает их. Один раз был случай, что загрузили электросамокат в «Газель» и хотели увезти в «Боровое». Мы, естественно, отследили машину и вернули электросамокат. Несмотря на все нюансы, прокат электросамокатов пользуется популярностью у столичных жителей. К примеру, в прошлое воскресенье по городу их арендовали 1600 раз. Пока на улицах доступны 100 самокатов, в дальнейшем планируется увеличить их количество до 1000. Если говорить о цене, то час езды в среднем обходится в 2000 тенге. В этом году в Акмолинской области выделили 185 образовательных грантов для абитуриентов за счет местного бюджета. Они будут направлены на подготовку специалистов, в которых наблюдается дефицит. 100 стипендий по педагогическим и 85 по медицинским специальностям. В области сейчас не хватает более 300 педагогов и врачей. Для пополнения кадров в этих сферах Акиматам области за 4 года планируют обучить около 600 человек. Согласно контракту, после окончания учебы молодой специалист должен проработать в регионе не менее трех лет. Гранты будут доступны не только выпускникам Акмолинской области, но и других регионов. Здесь порядок тот же. Основным критерием при отборе тех, кто претендует и получает в дальнейшем грант Акимата области, является результат сдачи единого национального тестирования. В случае, если по неуважительному причине абитуриент оставит обучение, он должен будет возместить понесенные расходы в местный бюджет. Память павших в афганской войне увековечили в Хазлардинской области. В Чайлийском районе, в селе Вауле Сулутубе, открыли аллею, которая теперь носит имя односельчанина Максудбека Токмаганбетова, геройски погибшего на афганской войне. За мужество и героизм, проявленный на передовой, 20-летний воин был награжден орденом Красной Звезды. Аллея, говорят местные жители, будет служить молодежи примером патриотизма и любви к родине. Я сам служил в тех местах, где воевал и героически погиб Максуд. Там проходили ожесточенные бои. Местность скалистая, погодные условия тяжелые. Вести операции на территории противника – задача из непростых. Многие ребята погибли, их подвиги нельзя забывать. И в завершение выпуска в Туркестанской области обнаружили древний балбал. Уникальная находка датируется первым-третьим веками нашей эры. На каменном столбе высечены изображения мужского лица, возможно, известного полководца того времени. Историки разглядели на нем военную шляпу. Камень случайно нашел пастух в Шардаринском районе, неподалеку от водохранилища. Он сначала огородил находку забором, а позже сообщил о ней в музей. Археологи уверены, место, где был найден балбал, хранит еще много тайн. Ведь такой надгробный столб здесь нашли впервые. Еще одна версия ученых, что камень относится к древней тюркской эпохе. В старину такие памятники с графическими изображениями родовых знаков ставили на могилах высокопоставленных лиц. Тут я заметил, что на земле лежит камень большой. Раньше такой в книгах видел и по телевизору. Я дотронулся до него и перевернул. Когда я посмотрел, то увидел очертание глаз. Очень ценный и редкий экспонат, который нашли на территории Шардаринского района. Историческое место. Думаю, что балбал был изготовлен в честь воина гунна. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова